всем огромный привет добро пожаловать на мой канал как вы уже знаете из предыдущего видео мы поехали всей семьей в отпуск и ехали мы туда на машине первая наша остановка была в москве решили мы погулять на в днх вечером переночевать и поехать уже дальше обычно кстати мы проездом в москве ну проезжаем мимо и где-то останавливаемся не знаю на крайне москвы можно так сказать если куда-то едем на машине но в этот раз решили погулять именно здесь и я здесь кстати впервые на в днх да и не пожалели совсем потому что естественно очень красиво мы еще ехали еще была хорошая погода такой красивый вечер можно так сказать вот в общем погуляли народу конечно же тоже много гуляет здесь и но остались под хорошим впечатлением хочу сразу сказать что я не экскурсовод воды никакую экскурсию мы тоже не брали просто погуляли поэтому я хочу поделиться с вами и тем что мы видели и на этом все поэтому то что я буду рассказывать это исключительно но мои личные впечатления и все никакой исторической справки и тому подобное просто иногда мне об этом пишут но я не экскурсовод от слова совсем поэтому как есть очень красивый фонтан чем-то напомнил нам петродворец вот там у нас тоже такие золоченые фонтаны вот в общем с удовольствием здесь погуляли очень красиво на мой взгляд вот видите так все не на мой взгляд а на самом деле кстати красиво что-то я говорю не то совсем много гуляющих здесь играет музыка в том числе кстати хочу сказать почему я озвучиваю сверху они комментирую гуляя потому что но по крайней мере на в днх играла музыка и у меня к сожалению youtube можно сказать банит за музыку я вам больше скажу за последние два месяца он удалил у меня уже больше 60 видео на моем канале потому что раньше музыка которая я вставляла в видео она была разрешена потом на нее нашелся правообладатель и так далее на общем всякая такая ерунда здесь уже вечер подсвечек подсвечиваются так красиво фонтаном и мы идем в номер я вам его тоже покажу он совсем недалеко здесь ну не номер а скорее апартаменты мы сняли на одну ночь ну а по ценам то же самое я думаю что вы можете посмотреть москва не дешевый город принципе как и сын петербург тоже у нас мне кажется нет дешевеньких каких-то отельчиках если только в пригороде то есть ленинградской области а так вот такой вот у нас такие апартаменты мы сняли здесь есть маленькая кухонь к вот это вход вешалка здесь такой столик при входе и небольшая кухонька я начале не поняла где плита думаю вы тишка есть плиты нет потом мы и все таки нашли здесь в принципе все необходимое для того чтобы приготовить еду даже есть вот гречка с макарошками на какой-то предыдущий жилец здесь оставил вот рукам то будет голода да это я шучу конечно вот видите здесь но чашки даже сахар чая есть чайник и внизу там маленький холодильник здесь мусорное ведро а вот как раз рядышком маленький холодильник и на нем стояла маленькая электрическая плитка потому что мы не сразу не нашли видите маленькая такая и маленький холодильник здесь две двухъярусные кровати получается точнее она двухъярусная кровать и раскладной вот такой диванчик стульчики ванная комната но душевая до туалет раковина все все стандартно все принципе чистенько очень даже неплохо эти апартаменты кстати они в жилом доме то есть на первом этаже дальше уже идет жилые квартиры вот но в принципе тихо спокойно нам здесь даже понравилось только телек не работу вот и это следующие апартаменты следующая наша остановка в каменно-шахтинске здесь мы сняли номер но на самом деле не очень там чисто я бы так сказала вот такая душевая вот и здесь в номере было как-то непонятно душно включали кондиционер было холодно в общем когда мы здесь не очень хорошо переночевали в итоге вот такая двухспальная кровать и его такая выдвижная на нашу семью как раз супер столик стандартный телевизор холодильник чайничек и вид из окна кстати там на шоссе прям то есть достаточно шумно здесь вот такой вид из окна ремонтирует но нормально и здесь мы остановились не просто так решили пойти в логопарк логопарк точнее мы туда поехали и здесь конечно очень классные впечатления была такая но немного пасмурная погода и мы здесь замечательно погуляли но и насколько я поняла что он не совсем достроен я могу ошибаться вот но есть места куда мы не поняли как попасть вход в него бесплатный что меня на самом деле удивило потому что я не знаю как но у нас санкт-петербурге везде вход платный хотя бы какие-то 100 рублей но возьмут а здесь вход абсолютно бесплатный просто вы можете купить какие-то корма для животных которые там же продают животных здесь очень много и можете посмотреть какие-то детали сделаны это очень здорово здесь тоже кстати играла музыка такая иногда просто такая расслабляющая иногда такая как знаете из мира сказок я бы сказала что это вообще парк такой сказочный парк очень классная даже не знала что есть такие места вот здесь такой водопад ореол стоит вот кстати здание там типа ресторанчик а мы были рано утром рыбки тут даже есть прудах вот мы были рано утром и поэтому ресторан еще не открылся он то что с 11 утра по вам открывался мы уже в 9 были там ладно все равно нас пустили мы погуляли потом уже народу было больше очень много всяких вот таких декораций ну конечно же растения любителей садов вообще растений комнатных и не только здесь конечно прямо прямо глаз радуется на все досмотреть все это очень ухоженно знаете все вот прям прям идеально я бы так назвала есть тоже такое приходе как бы дворик такой там с кафешечками ресторанчиком смотрите как все красиво просто младенна я здесь конечно прям не хотелось уходить честно говоря и здесь такой как бы тень что ли такая найти как прохлада такая влажность такая приятная лебеди два белых тут у них живут вот и в общем классно погуляли мы там гуляли наверное часа два может быть даже больше но не потому что он такой большой да просто потому что мы медленно нашли на все смотрели вот в этот как бы замок да я так нила туда мы проход не нашли вообще там можно идти или нет ли это просто для декорации мы так и не поняли честно говоря вот но погуляли очень здорово в основном здесь такие и сказок всякие героям из русских сказок на очень такие но в основном наверное из русских сказок по крайней мере то что видели мы такой павлину вы смотрите какой красавец прям повернулся так вообще там павлина кстати много одного из них удалось там прямо во всей красе заснять эти как красавчик прям вообще а здесь два черных лебедя и у них маленький малыш там видеть такой серенький малышочек с ними очень здорово такие тоже красавцы в общем мы тут я прям вообще кайфовала прям вообще честное слово у меня будет очень в этом видео очень много слов очень здорово и тому подобное потому что впечатление конечно же море и хочется ими поделиться с вами конечно камера не передает всего да но хотя бы такую небольшую частичку такие вот лягушечки там классные здесь кстати тоже рыбки в этом пруду да это прудик же такой насколько я поняла есть рыбки можно для них купить корм можно там дальше я покажу для других животных птиц всяких которые здесь живут тоже купить корм покормить вот но я могу сказать что ухожены все мне кажется даже рыбки вон видите они там плавают потому что они такие прям видно что кушают хорошо в общем такая красота посмотрите просто я не знаю название всех вот этих вот растений деревьев до большинство из них наверное ну понятное дело там ту и какие-то можжевельники я могу еще да как-то отличить вот на все остальное вот мне на самом деле не хватило названий растений чтобы они как-то были там не знаю подписаны чтобы почитать посмотреть избушка на курьих ножках с бабой гойка щи им бессмертным тоже конечно же здорово очень сделано очень симпатично тоже видите различные персонажи скажем так вот и здесь тоже небольшой ресторанчик вот это где голова с открытым ртом там заказываешь еду и уже на улице можно посидеть покушать добрый никитич да или я муромец это кто я не и честно говоря не помню вот и мы решили там как раз таки позавтракать потому что мы не завтракали вот и это было единственное местечко которое было на тот момент когда мы пришли открыто и как я уже сказала с 11 утра и посмотрите на тарелочки и стаканчики эти они как сделаны из березовой коры как сказали мои мальчишки очень тоже так тематика такая очень прикольная классная в общем смотрите как все очень реально красиво сделано и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы еще поднялись наверх вот к этой церкушечке. Отличный здесь вид, вообще просто супер, на мой взгляд. Но сама церковь вот эта не работала. Ну, может быть, потому что мы слишком рано утром ходили. Но, по крайней мере, она была закрыта. Так бы с удовольствием тоже туда зашли. Вот. И, конечно же, вокруг все сделано тоже очень красиво. Розы, мои любимые. И не только. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok